Украина погрязла в долгах, чем это грозит, Апостров, Украина Виктор Авдиенко, Апостров, Украина 24 июля 2019 года Министерство финансов Украины 16 июля разместило облигации внутреннего государственного займа, АФКС, на рекордную сумму 33,29 миллиарда гривен При этом львиную долю этих бумаг составили валютные АФКС, которые принесли госбюджету более 1 миллиарда долларов, 26,15 миллиарда гривен Бумаги размещались под 6,5% и 7%, что сопоставимо с доходностью украинских евробондов Что касается гривневых облигаций, то их доходность в среднем была чуть выше 17% годовых В 2019 году Украина довольно активно привлекает средства в облигации внутреннего госзайма, что не только обеспечивает поступление средств в госбюджет, но и удерживает гривну в стабильном состоянии Так, по данным Минфина, в январе-июне было продано АФКС на 185,6 миллиардов гривен В соответствующий период 2018 года, 84,1 миллиарда гривен В том числе, на 120,2 миллиарда гривен, 2,2 миллиарда долларов и 200 миллионов евро Что касается внешних рынков, то на них в текущем году Украина смогла сделать лишь одно размещение В июне, на 1 миллиард евро под 6,75% годовых Впрочем, в Национальном банке Украины, НБУ, рассчитывают, что до конца года удастся снова разместить евробонды, на 1 миллиард долларов Также, как заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, в НБУ надеются, что до конца года Украина получит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, МВФ В рамках которой уже в 2019 году стране будет выделен транш на 2 миллиарда долларов Как известно, МВФ взял паузу в сотрудничестве с Украиной до момента формирования правительства новым составом парламента, который будет избран на выборах 21 июля По оптимистическому сценарию, новый кабинет министров будет утвержден в сентябре Долг платежом к расе наращивая газдолг, Украина также погашает сделанные ранее заимствования Согласно данным Минфина, в нынешнем году нашей стране нужно выплатить по газдолгу 483,4 миллиарда гривен, или 17,6 миллиарда долларов Пиковые выплаты были в мае, порядка 1,8 миллиарда долларов Также пиковым в этом плане будет сентябрь К оплате готовится 1,7 миллиарда долларов В мае выплаты осуществляли за счет международных резервов, которые в результате этого сократились сразу на 5,5% до 19,4 миллиарда долларов Впрочем, в июне потери были отыграны с лихвой За этот месяц они выросли на 6,4% до 20,6 миллиарда долларов Основными источниками пополнения резервов стали размещение газоблигации и покупка валюты на межбанковском валютном рынке Нацбанком В ближайшие три года, в соответствии с расчетами Минфина, выплаты по газдолгу будут приблизительно на таком же уровне В 2020 году, 491,5 миллиарда гривен, 17,4 миллиарда долларов В 2021 году, 482,9 миллиарда гривен, 16,4 миллиарда долларов В 2022 году, 481 миллиард гривен, 16 миллиардов долларов При этом Министерство финансов ставит перед собой, и перед страной, амбициозную цель Сократить газдолг с 51,1% к ВВП в 2019 году до 42,4% к концу 2022 года Доля газдолга к ВВП постепенно сокращается в последние годы Своего пикового значения 69,2% он достиг в конце 2016 года Кстати, в абсолютных цифрах, как в долларах, так и в национальной валюте, газдолг в эти годы, скорее всего, будет расти Связано это с тем, что, как ожидается, будет увеличиваться и сам ВВП при ежегодном росте на уровне 3-4% В 2018 году ВВП вырос на 3,3%, а в 2019 году прогнозируется рост около 3%, апостров В плане управления газдолгом одной из целей ставится его наращивание в национальной валюте Очевидно, что данные Минфина касаются только прямого государственного долга Украины Поскольку, если рассматривать совокупно собственно газдолг и гарантированный государством долг Что логичнее, то в 2016 году он был на уровне 81%, в 2017 году – около 72%, а в 2018 году – около 63% ВВП Кто кому должен в целом, эксперты, опрошенные апострофом, оценивают поставленные ориентиры как вполне приемлемые По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы Учитывая, что в последние несколько лет доля украинского газдолга сокращается, ничего невероятного в этом прогнозе нет Нужно проводить ту же макроэкономическую политику, которая была и ранее, сказал он в комментарии изданию Аналитик инвестиционной компании Альпари Максим Пархоменко назвал целевой показатель Минфина крайне приемлемым для нашей страны Вместе с тем, по его мнению, сократить его до указанного уровня будет сложно при отсутствии роста экономики и структурных реформ Возможно, путем сильной бюджетной экономии или более существенного роста мы сможем это сделать, добавил он В том, что касается наращивания долгов гривна, то здесь присутствует определенная логика Для любого государства гораздо безопаснее иметь долг в национальной валюте В национальной валюте вы его контролируете, пояснил Сергей Фурса В качестве примера он привел Японию, где газдолг превышает 200% ВВП, однако он номинирован в японских иенах И по большому счету является внутренним долгом на руках у населения Максим Пархоменко согласен, крайне целесообразно увеличивать его, газдолг, именно в национальной валюте Это позволит не увеличивать риски в иностранной валюте, поддерживать гривну в краткосрочной перспективе, а за счет инфляции снизить нагрузку по обслуживанию этого долга Эксперт также не видит особых рисков связи с наращиванием газдолга путем размещения АВКС По его словам, рекордные суммы, привлекаемые от продажи этих бумаг в нынешнем году, являются рекордными лишь в сравнении с предыдущим периодом, когда наш Минфин не проводил таких операций после реструктуризации 2014 года При росте нашей экономики и улучшении ситуации на внешних рынках страна должна наращивать объем операций с долгом Сейчас на рынке мы практически не представлены Мы просто возвращаем свои позиции, резюмировал Пархоменко Только без глупостей Время от времени в украинской, и не только, прессе появляется заявление о том, что страна под грузом долгов вот-вот рухнет И, конечно же, так или иначе, произносится то самое ужасное слово дефолт, суть которого есть невозможность выполнять долговые обязательства Усугубляет ситуацию заявление о том, что дефолт, на самом деле, для Украины, хорошо Но насколько такие мрачные предсказания верны, учитывая, кстати, то, что пиковые выплаты по газдолгу предстоят в текущем и будущем годах Пока риска нет, говорит Сергей Фурса, если не будут появляться черные лебеди в виде мировых кризисов или глупости от украинской власти По его словам, Украине желательно оставаться в программе сотрудничества с МВФ, при этом в нынешнем году получение от него средств уже не столь критично Но слишком затягивать паузу в отношениях с фондом все же не стоит МВФ является индикатором успешности нашего правительства в процессе выполнения реформ При паузе в сотрудничестве с ним будут возникать сложности с газдолгом, но не платежам по нему, отметил Максим Пархоменко По его словам, Украине крайне важно добиться получения более высоких рейтингов и подняться с мусорного хотя бы до низшего инвестиционного рейтинга После чего вопрос с долгом будет решаться в значительной степени легче В свою очередь, главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран считает, что следует сконцентрировать внимание не столько на показатели соотношения газдолга к ВВП Сколько на той нагрузке, которую на его обслуживание оказывают на государственный бюджет До 2022 года обслуживание и погашение газдолга будет обходиться примерно в 500 миллиардов гривен ежегодно И это, довольно большая нагрузка на бюджет, сказал он в разговоре с изданием По словам эксперта, ситуацию спасает то, что часть долга рефинансируется за счет АФКС Но, добавил Шапран, сейчас происходит замещение льготного финансирования от международных финансово-кредитных организаций на АФКС Которые обходятся дороже Так что без МВФ и западных партнеров мы рискуем тем, что газдолг в обслуживании станет дороже А рефинансировать старые долги через новые заимствования станет труднее Вот поэтому вероятность неплатежей по газдолгу без опеки МВФ и наших западных партнеров будет расти Резюмировал специалист Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ